Здравствуйте! На канале ГРТ Новости в студии работает Татьяна Ставилова. Вначале коротко о главных темах выпуска. Квартирный вопрос стал камнем преткновения между двумя жителями Камрата. В селе Копчак к водчикам выдают зерно. История города Камрата сохраняется в музее. Фестиваль ГАГАОС Тюркесю прошел в муниципе Чадрелунга. Дорожные транспортные происшествия Родители учеников Камратского лицея имени Николая Третьякова после дорожно-транспортного происшествия ожидали к началу учебного года установки светофора на пешеходном переходе. Мама школьника, который пострадал в ДТП, на своей странице в социальной сети опубликовала пост, отметив, что власти не выполнили данного им обещания. Прошло почти четыре месяца с момента аварии на пешеходном переходе возле лицея имени Николая Третьякова. Что сделал за это время мой сын? Выписался из больницы, прошел два курса лечения, два месяца реабилитации. Не поборол страх, но заставил себя переходить дорогу. А что сделали ответственно безответственные представители нашей власти? Ничего. Обещания так и остались обещаниями. Пешеходный переход, как русская рулетка или боулинг, где наши дети каждый день будут проверять удачу. Светофор, который грозились установить к первому сентября, так и остался только на словах. В то же время, примар Камрата Сергей Анастасов отметил, что отрезок дороги, начиная с кругового движения до Кишинева, является трассой республиканского значения и обслуживается администрацией дорог Республики Молдова. Сегодня у нас уже есть новая власть, и мы снова отправим туда письмо о том, чтобы они выполнили ту работу, именно установили светофор, потому что мы по закону не имеем права, местная власть, вмешиваться в работу тех, кто получает за это заработные платы и налоги поступает. Если мы установим там светофор вместо администрации обслуживания дорог Республики Молдова, то нас за это оштрафуют. Родители школьников отмечают, что проблеме ДТП с участием детей необходимо уделять особое внимание, а для предотвращения дорожно-транспортных происшествий необходимо привлекать все структуры власти. Да, конечно, опасно. Дети вообще очень непредсказуемые, их поведение. И нужно обезопасить детей. Помимо пешеходного перехода и знаков, должны стоять люди в специальных жилетах и контролировать, как детки переходят дорогу. По крайней мере, во время школьных занятий. Уже не раз были случаи, что сбивали детей. Вот в районе пятой школы там сбили ребенка. Буквально, наверное, месяца 4-5 или чуть больше. Да, и не только там надо стоять. Вот даже девочку насмерть сбила машина где-то года полтора-два назад, где маслосырозавод, там и есть этот клуб. В том районе сбили. Конечно, в таких опасных местах обязательно надо стоять. Наши дети, их безопасность, надо о них думать. Думаю, что нужно устанавливать какие-то обозначающие знаки. Почему? Потому что беспредел в городе. Не следят за движением автомобилей, очень часто превышают скорости. И это, конечно, угрожает детям нашим. Я сама вот имею ребенка и боюсь ее отпускать одну пока в школу, хотя мы уже в третьем классе. Представитель Республиканской администрации дорог Петр Златов сообщил, что запрос об установке светофора рассматривается. Но проблема предположительно будет решена в следующем году из-за отсутствия средств. В колхозе Победа села Копчак выдают зерно квотчикам. Сколько выдается на квоту и довольны ли люди урожаем? Далее в нашем репортаже. С 9 августа администрация колхоза Победа села Копчак начала выдавать зерно своим квотчикам. На одну квоту выдаются 550 килограммов азимой пшеницы и 120 килограммов ячменя. Как отметил завхоз колхоза Победа Василий Димов, это значительно больше, чем в прошлом году. На одну квоту выдают 550 килограммов азимой пшеницы, 120 ячменя. А существенно больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 300 килограммов азимой пшеницы, 50 ячменя. Особых проблем нет. Колхоз транспорт выделяет. В среднем за день выдается более 20 тонн азимой пшеницы и где-то в районе 10 тонн ячменя. Жители села, которые пришли получить зерно, отмечают, что они рады хорошему урожаю. Люди говорят, что часть зерна пойдет на муку для выпечки хлеба, остальная часть будет использоваться в виде корма для домашних животных. Квотчики подчеркивают, что колхоз принял правильное решение, решив выдавать зерно летом. Удобно, в этом году удобно. По прошлому году заску было, не давали столько, сейчас дают. Очень хорошо. 550 килограмм на одну квоту. И ячменя 120 килограммов. На квоту птицы. И хлеб, на хлеб талон. Очень правильно. Очень правильно. Сейчас люди, пока дождей нету, не сталкиваются, не так много народа. Спокойно берут. И кладовщику легче работать. И людям. И все. Это очень приемлемо. Приемлемо. Зерно одну квоту я получаю 550. В этом году благодаря Богу. Дождей. И все было хорошо. Дай Бог и на предыдущие годы так. Чтобы людей не забыли. Людям хорошо выдавали зерно на квоту и все. У нас свое хозяйство. И для нас это самый хороший достаток. Мы в этом году получили прекрасно. Две квоты на одну квоту. 550 пшеницы. И, по-моему, 120 килограмм ячменя. Это очень хорошо. Обычно в грязь, в дождь приходим, устаем, мерзнем. Но в этом году отлично. Пожелание, чтобы колхоз действовал и развивался. Чтобы давал нам каждый год вот столько. И вообще будет все хорошо. На складе соблюдается правило хранения, чтобы зерно не испортилось. Людям, у которых нет транспорта, выделяется машина, чтобы привезти зерно домой. Олег Дулогло, Леонид Арфанос, ГРТ Новости. В общественную кампанию ГГО Зерадио Телевизиону обратилась жительница Камрата Раиса Касым с просьбой помочь разобраться с проблемой, связанной с ее домовладением. Возле ее кухни сосед намерен возвести строение. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Жительница Камрата, проживающая по улице Котовского Раиса Касым, жалуется, что сосед по квартире хочет начать строительство дома вблизи ее квартиры. По словам женщины, размеры строения предположительно 5 на 4 метра. Мои соседи решили на моей территории, сзади моей кухни и подвала, строить кухню тоже размером 5 на 4. Это территория, а я за эту территорию больше года, потому что там не должно быть никакого строительства. Это близко около кухни, около все. И расстояние, чтобы подъехать, там у меня нарушается канализация и водопровод, все нарушается. Туда не это... Там это была территория... Раньше все жили коммунальщики. Не было вот этих заборов. И эта территория, этот маленький небольшой участок, там было большое дерево, росло абрикосы. Даже же день, как мы говорим. И вот там всегда люди отдыхали, собирались и все. По этому вопросу пенсионерка Раиса Косы неоднократно обращалась в различные инстанции. В этом году Раиса Кирилловна вместе с соседом Павлом Статовым, который намерен начать строительство, обратилась к нотарицу и дала разрешение по квартире на строительство подсобного помещения. У Павла Статова есть разрешение от муниципального совета на строительство, так как этот участок принадлежит премарии. Два метра оттуда. Что осталось, вот они дали. А вот эти документы, которые они мне дали, бегунок, я все это сделал, на основании нотариуса бумаги, бегунка. Подожите бумагу с Наталью. Пусть он покажет Наталью. А нотариуса бумага у них уже на основании тех бумаг не дали. Нет, нет, нет. Павел Статов возмущен тем, что Раиса Косым ходит по всем инстанциям и не дает начать стройку. Его соседка в свою очередь настаивает на том, чтобы размеры строения должны быть 2 на 2 метра. Подсобка 2 на 2 или 2 на 1 метр в 80 метра. Кто она такая? Дом 2 на 2. Светлана Николаевна. Нигде нету этого размера. Есть подобное хозяйство? Ну, а архитектура дала возможные размеры. Она объяснила, что такое дом и что такое подсобка. Вам объяснила. Вас сейчас коробит что? Или я тут туалет там поставлю? Только и все. Вас это устроит? Да. Если соседи договорятся, то Павел Статов намерен заказать проект строения и начать строительство. Майя Садович, Сергей Георгиев, Мария Казаку, Новости. Мы там хотели построить. В Чадерлунге прошел фестиваль Гагаус-Тюркюсю. Атмосфера праздника была яркой и красочной. Подробнее в сюжете Олега Дулогла. 20-й по счету фестиваль Гагаус-Тюркюсю прошел в муниципе Чадерлунга. Он начался с шествия творческих коллективов. Они приехали на культурные мероприятия со всех уголков автономии. Музыканты и певцы прошлись по центральной улице муниципе Чадерлунга. Организаторы подчеркивают, что фестиваль направлен на развитие и пропаганду гагаусского языка и гагаусской культуры. 21 год назад в Чадерлунге родилась добрая традиция ежегодно проводить фестиваль гагаусской песни Гагаус-Тюркюсю, который направлен на развитие и пропаганду гагаусского языка и гагаусской культуры. Мы очень рады тому, что сегодня мы проводим уже 20-й по счету фестиваль Гагаус-Тюркюсю. География наших участников довольно-таки широкая. Мы приглашаем профессиональные самодеятельные коллективы со всей Гагаузии и наша диаспора в Украине, в Приднестровье. В этом году, к сожалению, наши украинские друзья не смогли приехать из-за ограничений, но есть наши братья из Приднестровья, чему мы очень рады. Примар муниципе Чадерлунга Анатолий Топал надеется, что такие фестивали будут служить примером для молодого поколения, что гагаусский язык есть и его надо сохранить. Мы хотим, чтобы этот фестиваль действительно выступал за сохранение гагаузской языка, чтобы наши дети, наша молодежь понимали, что гагаузский язык есть, мы на нем говорим, должны говорить в семьях, и тогда мы сохраним нашу культуру, обычаи и традиции. Всех хочу поздравить с этим праздником, пожелать крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, чтобы мы не видели войны, чтобы наша гагаузия жила и чтобы наши дети говорили на гагаузском языке. Певцы и музыканты, принявшие участие в фестивале, говорят, что они каждый раз с радостью ждут этот праздник. Так как этот фестиваль называется «Гагауз Туркесю», здесь живут наши традиции фольклор. Фольклор – это у нас, можно сказать, что самое-самое-самое богатое, гагаузия богата фольклором, а именно гагаузскими песнями, так как наши предки очень любили петь. Песни были разных жанров, и лирические, и трагические, и веселые. И каждый год, как приглашают нас, мы каждый год приезжаем и радуемся, радуем и радуемся гагаузским песням. Мне очень приятно в очередной раз принимать участие в этом фестивале. Для гагаузского народа это очень важный фестиваль, потому что мы должны поддерживать наши традиции, поднимать нашу культуру. И мне очень приятно, что с каждым годом появляется много гагаузских исполнителей, которые также представляют нашу гагаузию в других странах, в конкурсах. Репертура фестиваля обогатили музыкальные произведения гагаузских авторов. Средители могли насладиться выступлением оркестров, народной музыки и любимых певцов со всей автономией. Олег Дулогло, Леонид Арфановск, ГРТ, Новости. В региональном историко-краеведческом музее организована уникальная выставка, посвященная Дню города Камрата. В этом году столице автономии исполняется 232 года. Подробнее в сюжете Полины Барбовой. В региональном историко-краеведческом музее собран богатый материал об истории города Камрат. Директор музея Владислав Маринов рассказал, что становление города проходило поэтапно, начиная с XV века. Музеограф отметил, что территория, на которой расположен Камрат, имеет богатую историю. Здесь и черниховская культура в III-IV веках разоренная хунами-гунами. Это и первые прототюрки, пришедшие в европейскую часть буджакских степей, отметил Владислав Маринов. Также рядом с селением разница в 50 лет. Итулийская культура сегодня находится, черниховская культура находится на территории кукурузного завода. Итулийская культура раскопки керамика найдена на территории, где построена фуджикура. Также найдены и другие места на территории города Камрата, разнодатируемые. Более поздний период – это гора Копчак, селение Копчак, которое считалось породило основание нашего нового города Камрат. Здесь сложно спорить, но испокон веков здесь люди жили. Развитие Камрата проходило больше в культурном плане, подчеркнул директор историко-краеведческого музея Владислав Маринов. Документы 1904-1905 годов пишут, что небольшое селение, но очень много образованных людей. В Камрате было открыто и первое высшее болгарское училище, и впоследствии было открыто реальное училище. Это большое достижение. В Камрате было реальное училище комрадское, которое велось полностью на русском языке. В Болграде было открыто реальное училище, которое велось обучение с болгарским уклоном, то есть для болгар. В начале прошлого века на территории города была открыта женская гимназия. Здание сохранено и по сей день. Сейчас в нем расположено СПТУ-10. Дом Цанки-Кольчака, собор сохранен, правда он уже в таком виде, что, увы, не первозданный. Больница, три корпуса, которые имеют историческую ценность для Камрата. В 1906 году произошло Камратское крестьянское восстание, в ходе которого была провозглашена Камратская республика. Ряд других очень таких важных век в истории Камрата, вплоть до становления советской власти. И продолжается это здесь и открытие школ, и открытие колхозов. С 1990 года Камрат стал и образовательным центром автономии. Был открыт Камратский государственный университет. Он выпускает профессионалов в различных сферах. С достижениями столицы автономии, жителей и гостей поздравил активист становления Гагаузской республики Федор Кирович. День города. Мы, лично я скажу, что я всегда в таком душевном ожидании. Хочется побыть вместе с друзьями, хочется встретиться и убедиться, что все здравые, живые. И тем более День города придает нам некий импульс, некий заряд, жизнерадостный, того, чтобы перспектива была более-менее нормальной. Хочу поздравить хамратчан и гостей столицы автономии с 232-й годовщиной основания нашего города. Естественно, в такое тяжелое время всем хочу пожелать здоровья, крепкого, крепкого и крепкого, еще раз здоровья. Естественно, благополучия в семьях и в это не такое нестандартное время, чтобы у нас больше было добра в общении между людьми. Жители и гости столицы автономии могут ознакомиться поближе богатым историческим материалом об истории муниципия Камрад в музее, который работает ежедневно, кроме понедельника. Полина Барбова, Григорий Ставилов, Алексей Герчу, ГРТ, Хаберляр. В завершении выпуска о погоде. 21 августа в Гагаузии ожидается переменная облачность. Влажность воздуха составит 68%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 2 до 4 метров в секунду. Температура воздуха в Камраде ночью составит 16 градусов тепла, днем плюс 26. В Эчадерлунге ночью плюс 16, днем плюс 27. В Улканештах ночью 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и приятных выходных! Субтитры подогнал «Симон»!